Ну, еще когда мне было лет восемь, девять, я начал немножко пробовать район. Мой папа был в ужасе от этого. А моя мама была, наоборот, настроена. Оставь его, пускай делает, что хочет. Не надо давить. Раз не хочет играть в гамме, так и не надо. Я никогда не играл. Никогда. И упражнения. Никогда. Я начал играть, знаете, с чего? Во-первых, первый Ноктюрн Шопена. Потом и чудо. Эмоль. Трум-прум-прум-прум-прум-прум. Музыка 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 Что значит обучение дирижированию? Многие люди думают, что они прекрасно понимают это. Это, дескать, можно обучить за 15 минут. Как двигать руками на 4 четверти, на 3 четверти, на 6 четвертей и так далее. Действительно, за 5 минут можно это объяснить. Но далеко не всегда можно вообще обучить этому сложному процессу, этой сложнейшей исполнительской профессии, если человек не обладает уже определенными склонностями к этой профессии. Основной момент, который я хотел бы отметить, это имеет отношение к скульптуре, как мне думается. Трум-прум-прум-прум-прум. Вы лепите руками из музыкальной материи сочинение, а не двигаете руками либо в воздухе, либо в безвоздушном пространстве. Что, к сожалению, очень часто можно наблюдать у ряда дирижеров, а скорее всего, не дирижеров, которые думают, что они дирижены. И что это очень легко. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok